Друзья, во-первых, здравствуйте, во-вторых, несмотря на то, что в Москве вдруг неожиданно наступила зима, да еще и нас закрыли всех по домам, правильно выразился, нас не закрыли, нам, так сказать, прививают социальную ответственность, и я с этим соглашаюсь и рекомендую вам делать то же самое. Сидим дома, готовим, радуем близких, сейчас самое время, помимо тех заданий, которые мы должны были сделать дома, можно углубиться в приготовление пищи. Я тут вышел в магазин вчера на 5 минут, обнаружил, что гречки туалетной бумаги нету, но зато полным-полно шампиньонов. Ну, думаю, давай подмаринуем шампиньоны. У меня здесь водичка бурлит и приготовлены уже специи. Сразу же отправляю, смотрите, пол чайной ложки кориандра шариками сюда, буквально три гвоздички, тут на любителя. Хотите прям яркий аромат гвоздики, добавляйте больше, я не очень люблю, но мы все помним, что гвоздика является природным, как бы это правильно сказать, забыл это слово. Природным дезинфектором, во, щепотка черного перца, добрая такая, чуть-чуть душистого, ну как маринад без душистого перца, пару лавровых листиков. Что касательно солевой диеты, у меня полтора литра воды, ну, во-первых, я не сказал, что здесь не килограмм, а полкилограмма мелких шампиньонов, ну мелких, насколько они были мелкие. Тут они, конечно, не очень мелкие, но очень съедобные и подходящие для рецепта. Вот смотрите, на полтора литра воды, вот у меня мелкой соли, я добавлю одну столовую ложку. Тут есть кое-какие нюансы. Нужно дождаться растворения, потом попробовать и решить, достаточно ли вам соли, потому что еще грибы заберут в себя часть соли. Некоторые любят прям нежно-нежно-нежно соленые, а некоторые любят чуть покрепче, для того, чтобы они дольше хранились. Вообще на два литра рекомендуется полторы ложки соли. На полтора литра я ложку добавил, это чуть больше, скажем, ну какой-то такой условной нормы, но мне нравится, чтобы они были чуть-чуть соленее. Значит, даже порой, бывает в каких-то ситуациях, я добавляю больше, ну вот, ну дайте попробовать. Рассол своим близким, ну и вы сориентируйтесь, бывает, знаете, повара некоторые и те, кто готовят дома, всегда стараются не досаливать почему-то. Здесь очень важно соблюсти нормальный баланс соли. Значит, пока вода закипает, бросаю сюда шелуху от чеснока. Добавляем шелуху от чеснока, она тоже имеет аромат. Сейчас как раз сезон молодого чеснока. Да, чуть не забыл. На полтора литра нужно прям половину ложечки сахара. Но у меня сахар темный, ничего страшного, белого нету. Проживем с тем, что есть. Теперь важно довести до кипения. Ну а что, красивый рассольчик получается. Значит, вода закипает. Есть два варианта. Можно хорошенечко все прокипятить и фильтрануть воду. А можно ничего не фильтровать, а прям сюда закидывать грибы. Закидываем грибы в то время, как вода закипела. Аккуратно, чтобы не обжечься. Я всегда рекомендую чуть-чуть грибы проварить. Потому что субстанция такая условная. Мы же все понимаем, что на грибах плесень образуется быстрее, чем где-либо на других. Хотя, я надеюсь, что, сделав такие грибочки, вы их съедите максимум за два дня. Максимум. Аромат шикарный. Ждем, когда грибочки закипят. Но следите, чтобы не выкипели. Значит, что нам требуется для дополнительной, так сказать, ароматизации и для дополнительного вкуса. Пару зубчиков чеснока. Вместе со шкуркой режу. Просто дольками. Ну, как попало, порезали и все. Нам нужно для ароматизации. Раз не выпускают из дома, значит, будем пилить видео без операторов, продюсеров. Потому что они тоже ответственные люди. И сказали, не поедем к тебе, пиши на телефон. Посему извиняюсь, если вдруг качество будет отличаться от того, что было ранее. Но я надеюсь, что телефон выполнит все, так сказать, поставленные задачи. А самое главное, что этот телефон находится в руках моей жены. Потому что на короткий промежуток времени она осваивает новую профессию оператора. Конечно, она уже и косметолог, и керамист, и художник. Не хватало ей еще только оператора. Ну, спасибо, дорогая. Даем им кипнуть буквально минуту, ну, полторы. Если вдруг плохо кипят, ну, ну, две дайте. Вот если бы был литр воды, неудобно было бы. Всегда, знаете, такой есть маленький нюанс. Нельзя оптимизировать количество грибов, воды и всех ингредиентов так, чтобы получилось в маленькой кастрюльке. Всегда рассол должно быть чуть больше. Он всегда остается, да. О, чеснок и уксус. Вот теперь главный, так сказать, консервант. Уксуса добавляем сюда 9% обычного. Смотрите, столовую ложечку добавляем. Аккуратно оцениваем аромат. Возможно, нужно добавить еще пол ложечки. И сразу же выключайте огонь. Иначе уксус весь выпарится. Теперь, теперь попробуйте. На мой вкус, хорошо. Уксуса больше точно не добавляйте. Возможно, даже есть вариант того, что вот прям вот в край. Попробуйте рецепт. Поймете, что за вкус. В следующий раз, может быть, добавите меньше уксуса. Белые грибы в сезон варю. Я добавляю совсем капельку уксуса. Совсем, совсем, совсем. А вот шампики, такие грибы какие-то, знаете, такие пустовато. Какие-то бледные такие. Грустные. Вот сюда охота, конечно, побольше добавить уксуса, чтобы баланс был. С другой стороны, всегда, если вдруг вы почувствовали, что уксуса больше, чем надо, вы можете пол ложечки сахара туда, бах, и у вас все. Баланс вкуса, вкуса, так сказать, что такое баланс вкуса. Мы же все знаем, вкус соленая, горькая, сладкая, кислая. Вот когда сильно кислая, для баланса добавляют сладкое, чтобы сбалансировать. И тогда кажется, что не очень кисло, потому что сладость на себя оттягивает. Соленая с горьким, например. Если горькая, чуть больше соли, и горечь становится меньше. Но с горечью сложнее. Но так же, как и с кислотой. Нельзя полностью добавлять сахар, добавлять, 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 до тех пор, пока вообще кислота не исчезнет. Она не исчезнет. Наши рецепторы будут ее чувствовать. Только мы, когда имеем кислый вкус, у нас нагружается один рецептор. Кислый. А когда добавляем сладкий, у нас нагружаются и кислый, и сладкий. И кажется, что у нас баланс. Потому что нет акцента на кислый. Мы как бы обманываем наши рецепторы. Так и здесь. Ну а для полного баланса вкуса должно быть сладко-кисло-солено. В европейской кухне горький не активно используется. Горький вкус. Я вот так на вскидку только кофе помню. Все. Значит, теперь что мы делаем? Берем баночку. У меня не нашлось стеклянных каких-то. Если вдруг у вас там бабушки, мамы, или вы сами бабушка или мама, и используете различное стекло для консервации, берите стекло для консервации. Я нашел от малосольных огурцов. Выкинул и сюда грибочки. Значит, что делаем? У меня есть такой совочек. Припер я его из Таиланда. Шикарно! Не бойтесь, если вдруг вы не нашли мелких грибов, и у вас только крупные. Порежьте их, значит. Вообще никаких проблем в этом не вижу. Не вижу никаких проблем в том, что будет попадаться перчик и кориандр. Лавровый лист не рекомендую отправлять в банку. Пусть он отдыхает. Гвоздичку можно одну. Сюда вот она застряла, и вот она просится, как бы туда говорит. Можно я тоже. И чесночок еще сюда добавьте обязательно. Обязательно чесночок для того, чтобы... Ну, мы знаем, без чесночка... Ну, что это такое еще? Без чесночка все это не дело. Теперь заливаем все это рассольчиком. Тем самым и запечатываем крышечкой. Огурцы! Ну, конечно, огурцы малосольные. Ну, посмотрите. Как только остынет... Как только остынет, подавайте на стол и мячике. Можете нашинковать туда лучок. С рассолом не выливайте, понятно, да? Достаете без рассола. Тарелочку можете пополам. Можете нашинковать лучок, бросить. Ароматным маслицем полить. Или наоборот, кунжутным, кто любит азиатский стайл. Можно чуть-чуть посыпать кунжутом прямо. Или если вы не кунжутное масло используете. Если оливковое, то добавьте туда рубленный базилик. Или кинзу. В общем, как вам нравится, так и подавайте. Потому что вот эта штука вкусная. И я вас уверяю, получается всегда очень-очень... А что же я не попробовал-то? Подожди, то есть ты хочешь сказать, что они сразу готовы будут после того, как остынут? Не надо ждать ни один, ни два дня. Нет, нет. Прямо сразу. Да, мы их кипнули. Ух ты! Ну, они вареные, они в принципе вкусные. Мы же кипятнули, кипнули. Рассол достаточно соленый и слегка-слегка... Легенькая-легенькая кислинка есть. Они когда остынут... Во-первых, они остывать будут, ну, часа два точно. Сейчас их сразу ставить в холодильник нельзя. Потому что иначе холодильник оттает от такой жары. Как только они постоят часик при комнатной температуре, при охлаждении, начнут впитывать в себя весь рассол. Потом в холодильник поставьте их. Ну, то есть я же не склоняю к тому, что вот прям вы их сделали и сразу ставьте. Можно и так. Но тогда придется в три раза больше соли туда, три раза больше уксуса, три раза больше специй, пряностей. Чуть дольше варить и тогда ставить на стол. В чашечке желательно рассыпать так, чтобы они быстро остыли, но все равно им надо остыть. Тогда они схватят сразу весь маринад. А когда мы это делаем щадящим способом, но самым вкусным, придется подождать, пока они остынут и наберут в себя вот этот вкус, кислоту и соль. Мы лучше подождем. Конечно. И вы приготовьте. Времени-то все равно полным-полно. Еще целое. Да, дай бог, что быстро это все закончится. Вам приятного аппетита. Оставайтесь здоровыми. Я желаю вам всяческих благ. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...